21 лютого во всем свете отзначали день родной мовы. Мы решили подчеркиваться у грозенцев, как часто они разговаривают по беларуску и что каждый из нас может сделать в деле захования родной мовы. Как часто вы разговариваете по беларуску? Не часто. А чему? Ну, во-первых, не с кем разговаривать, потому что кто-то разговаривает, тогда ты будешь разговаривать на беларуске. А так, как это? Общество разговаривают на русском. По беларуску я редко разговариваю, больше по-русски. А чему? Ну, чему, как-то я русский язык больше знаю, чем беларусский. А что каждый из нас может сделать в деле захований своей родной мовы? Ну, в деле захований... Ну, теперь, наверное, в школах изучают уже больше беларусский язык. Поэтому, как бы, наверное, молодежь больше знает беларусский. Я уже более прошлое поколение, то меньше знаю. И то, как бы, тоже по-белорусски так, ну, немножко могу тоже разговаривать. Ну, как часто вы разговариваете по-белорусску? Не часто. Ну, не часто, но все же разговариваете, кали-никали? Ну, да, да. А в каких выпадках? Ну, и с детьми разговаривать со своими внуками. Тогда, а так, нет. А что каждый из нас может зарабить в деле захования родной мовы? Ой, я не знаю даже. Спрашивайте у других. Русскоязычный товарищ, поэтому, как бы, я не говорю по-русски. Я родился в Смоленске, поэтому. А что каждый из нас может зарабить в деле захования родной мовы? Ну, любить ее, изучать ее. И уважать ее просто-напросто, эту свою мову. Вот, это хорошо. Можно разговаривать на разных языках, но свою не забывать мову по-любому. Как часто вы разговариваете по-белорусску? Разговариваю по-белорусску при первом ожидании, можно сказать. О, ожидание такое возникает часто, наверное. И так само у меня есть белорусская мова, но я с абризиками. Мы регулярно ведем приописку контакта на белорусской мове. Вот так. Что каждый из нас может зарабить для захования родной мовы? В первую очередь разговаривать на родной мове. Не глядячи на все проблемы, какие мовы. Ну, негде не по-разумению, негде не разумели, негде не что-то так сказали. Не важно. На литературной мове разговариваю, ну, хиба только что на письме. Может, некие наши великие литераторы разговаривали на белорусской мове. Али то, что мы называем тросянковой, это натурально наша мова поседенная. Вот, к тому негде не глядячи на помылки, негде не глядячи на непоразумение. В первую очередь надо разговаривать. Как часто вы разговариваете по-белорусску? Редко. Чему? Ну, так вот. Приходится иногда лучше по-русскому. А в каких выпадках разговариваете по-белорусску? С дочкой, когда уроки делаю. Тогда я разговариваю с ней по-белорусскому. Тогда уже мусишь ей разговаривать на белорусской мове. А что каждый из нас может зарабить для захования родной мовы? Чаще говорить на белорусской мове, чтобы они общались. Особенно дети наши, чтобы общались на белорусской мове. Як часто вы разговариваете по-белорусску? Вельно, вельно, редко. Крайне редко, я турист. Вы скажите, як часто вы разговариваете по-белорусску? Редко. А редко, ну все ж таки разговариваете. У каких выпадках? Конечно. Ну вот, например, с ребенком сижу. То и песни пою белорусские, то на белорусской мове стараюсь разговаривать, приучать ее внучке треводика, вот и все. А что каждый из нас может зарабить для захования родной мовы? Ну, как сказать, так сложного сразу, зненаску. Даже не знаю, что сказать. Наверное, больше разговаривать, может быть, разговлять. Любить, может быть, свою мову. А так практически все, наверное, и забыли.